МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Марии Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Грантовые конкурсы и льготные кредиты, как социальному бизнесу воспользоваться государственной поддержкой. Ржавый и разрисованный администрация ищет владельцев заброшенного гража. Открытая премьера в художественной галерее пройдет всероссийская акция. Далее расскажем обо всем подробно. Строительство детской поликлиники в Старом районе так и не началось. Напомним, еще в конце января городские власти признали, что на объекте есть определенные сложности. Работа приостановлена, идет серьезное отставание от графика. Тогда же начались переговоры. К решению вопроса подключился аппарат полномочного представителя президента ППФО и госкорпорации Росатом. Депутат Госдумы Денис Москвин во время визитов СОРОВ 5 февраля также выбывал на объекте и заверил, что проблемой занимаются и на региональном, и на федеральном уровнях. Объект, повторюсь, крайне чувствительный, важнейший. И задача абсолютно всех органов уровней власти, и муниципальной, и региональной, и федеральной, сделать все возможное для того, чтобы он как можно скорее появился качественным. Потому что без этого объекта сложно себе представить улучшение медицины в городе СОРОВ. И вот спустя полтора месяца в своем аккаунте в Инстаграме глава города Алексей Сафонов отметил, что никаких активных действий на строительной площадке так и не началось. По сообщению руководителя ФМБА, сейчас ведется активная работа по корректировке проектной документации. Объявлен конкурс на выполнение монолитных работ. Нового подрядчика определят 26 марта. Напомним, год назад детская поликлиника переехала из здания на проспекте Мира на Октябрьский проспект, в бывшие монастырские бани. Обещали, что это временное решение, и к декабрю 2021 года в Старом районе построят новое здание, отвечающее всем современным требованиям. Бесплатные обучающие программы, грантовые конкурсы, консультации, льготные кредиты. Эти и другие меры поддержки разработали специально для социального бизнеса в рамках НАСПроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно подтвердить статус социального предпринимателя. Как это сделать, расскажем далее. 161 предприниматель Нижегородской области получил в прошлом году статус социального. Из них всего 21 из Сарова. По словам директора Центра поддержки предпринимательства, на самом деле их больше. Просто не все знают, что их деятельность относится к социальной. Зачастую бизнесмены совмещают в своей работе несколько направлений. Для получения статуса социального предприятия нужно, чтобы доход от этого вида деятельности был не менее 50%. Это те предприниматели, которые трудоустраивают социально незащищенные слои населения. Те предприниматели, которые предоставляют услуги или реализуют продукции непосредственно для социально незащищенных слоев населения. Те предприниматели, которые реализуют продукцию и услуги, производимые социально незащищенными слоями населения. И так называемая группа, которая несет пользу обществу, четвертое – это выполнение общественно полезных работ. В реестр МСП предпринимателей включают автоматически. А вот для получения статуса социального предпринимателя нужно будет самому собрать необходимые документы. Список можно посмотреть на сайте Центра инновации социальной сферы Нижегородской области. По общим правилам областным документы необходимы предпринимателю самостоятельно. Оригиналы документов предоставят в Нижний Новгород на рассмотрение комиссии. Но у нас есть определенный договорён с нашим министерством. Никому в Нижний ехать не надо. Мы собираем пакет документов и направляем туда. Заявление для включения в реестр социальных предпринимателей нужно подать до 1 мая. В Центре поддержки предпринимателей готовы оказать всестороннюю помощь бизнесменам при оформлении необходимых документов. Официальный статус социального предпринимателя даёт возможность бизнесу получать дополнительную государственную поддержку. Наша цель, чтобы офицерские предприниматели, которые действительно являются социальными, смогли подтвердить свой статус. Что это даёт? На уровне региона рассматривается вопрос льготных ставок по упрощенной системе налогообложения. Для социальных предпринимателей снижение ставок – это очень хорошая мера поддержки. Различного рода имущественная поддержка. Это с минимальным платежом получения муниципального имущества. Подробнее о преимуществах, которые предоставляет статус социального предпринимателя, смотрите в рубрике «Без комментариев» на нашем канале в Ютьюбе и в эфире телеканала Саров-24. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей из Саров-24. 18 марта с 9.00 до 10.00 в городе пройдёт проверка системы оповещения. Будут включать электросирены. Граждан просят сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Стартовал новый сезон Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». Муниципальный этап продлится до 30 апреля. В этом году конкурс во второй раз проходит в онлайн-формате в социальной сети ВКонтакте. Предусмотрены две номинации «Передай привет в будущее». Это видеоролик, записанный вместе с Созидателем с пожеланием будущим поколениям. И запиши подкаст о Созидателе. Аудиофайл с кратким рассказом о жизненном пути героя, выбранного автором. Долительность каждой работы не более трёх минут. В конкурсе могут принять участие ученики первых одиннадцатых классов. Победители в каждой из номинаций ждут призы. Театр представил репертуар на апрель. В афише для взрослых «Игра в любовь», «Русский медведь», «Игроки» и премьерный спектакль «Вечно живые». Детям покажут у ковчега в восемь, пудинг на завтрак, том на обед и хрустальный букет. В «Кузнечке» в апреле можно посмотреть необыкновенное состязание, «Мишкины шишки», «Гуси, лебеди» и «Большая мечта маленького ослика». Билеты можно купить онлайн на сайте театра или в кассе телефон 98383. Тиравангард полностью перешёл в аренду городской федерации пейнтбола. Комитет по управлению муниципальным имуществом завершил процедуру заключения договора. Здание и земельный участок сданы общественному объединению по минимально возможной цене в 4698 рублей в месяц. Желающие попробовать свои силы в занятиях пейнтбола могут обращаться по телефону 8 908 23 66 373. На начальном этапе организаторы предоставят необходимое снаряжение. В Сарове пройдёт горячая ленья по вопросам оказания полиции и государственных услуг населению. Горожане смогут узнать, как получить паспорт гражданин Российской Федерации со значительной экономией времени, как зарегистрировать транспортное средство без очередей и как получить скидку в 30% при получении заграничного паспорта и многое другое. С 15 до 17 часов 17 марта на вопросы саровчан ответит заместитель начальника управления МВД России по ЗАТО Саров, полковник внутренней службы Сергей Трусов. Телефон прямой линии 60508. Департамент городского хозяйства разыскивает владельца гаража, который находится недалеко от дома номер 7 по улице Давиденко. Объект содержит в ненадлежащем состоянии. Гараж нарушает требования правил благоустройства из-за надписей и рисунков на его фасаде. Как нужно содержать свое имущество, чтобы его облик не противоречил требованиям? Расскажем в следующем репортаже. Разрисованные и заброшенные гаража на Давиденко давно вызывали недовольство жителей близлежащих домов. Наконец, инициативная группа написала обращение на умный Саров и попросила привести постройки в порядок. Комиссия департамента городского хозяйства выехала на место и осмотрела объекты. Я так полагаю, что в какие-то 90-е годы льготникам выделялись места для размещения, земельные участки для размещения данных строений, для хранения там автотранспорта. В настоящее время вот эти сооружения содержатся в очень неприглядном виде. Крышу никто не чистит, ворота ржавые, есть элементы коррозии. Эти гаражи уже необходимо привести в нормальное состояние. Граффити тоже нужно закрасить. Все, что касается нанесения таких рисунков, нужно согласовывать с администрацией, поскольку в этом случае речь идет об архитектурной целостности города. Они ничем не отличаются от других гаражей. И если мы наблюдаем на других зданиях и строениях такие же надписи, мы также направляем предписание для устранения, с указанием срока для устранения. Всего на территории три гаража. Владельцев двух гаражей нашли, третьего нет. Если владелец объявится, его попросят устранить нарушение. Если он этого не сделает, его привлекут к административной ответственности. Если собственника не найдут, гараж демонтируют. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Саров примет участие во всероссийской акции «Открытая премьера». Посмотреть фильмы 26-го открытого российского анимационного фестиваля можно будет с 17 по 20 марта в художественной галерее. Также можно будет проголосовать за понравившийся мультик. Голоса саровчан пойдут в общую копилку зрительского голосования, итоги которого подведут в Суздале на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 23 марта. 45 мультфильмов за 4 дня. В художественной галерее стартует акция «Открытая премьера 2021». Это конкурсная программа открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Проводят ее в нашем городе уже больше трех лет. В этот раз саровчанам предлагают выбрать лучший мультфильм. «Открытая премьера» – это мультфильмы, которые созданы для детей. Это мультфильмы, которые мы все любим, все знаем, потому что вся программа разделена на три части по возрасту 0+, 6+, и 12+. Малышей ждут новые серии любимых мультфильмов. Для категории 12+, приготовили авторское анимационное кино, отдельный вечерний показ которого пройдет в четверг 18 марта. Мультики всех трех возрастных категорий можно увидеть со среды по субботу. И, конечно, важная часть всероссийской акции – голосование. После каждого сеанса наши участники, наши зрители будут выходить, мы их встречаем в фойе, и там будет все приготовлено для того, чтобы прошло голосование за лучший мультфильм. Мы уже выработали свою собственную технологию голосования. Она очень интерактивная, очень интересная, и доступна как маленьким, и очень взрослые хорошо на нее реагируют. Вход на кинопоказы бесплатный, групповое посещение по предварительной заявке. Подробности акции можно узнать по телефону 70287. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В Молодежном библиотечном информационном центре открылась персональная выставка Надежды Жуненко «Настроение». Автор экспозиции – ученица школы номер 13, воспитанница отделения дизайн одежды и ткани детской школы искусств номер 2. В этом году за свои достижения и творческие успехи Надежда стала победителем городского конкурса «Лучшие из лучших среди талантливой молодежи». Немного скованные движения и слегка дрожащий голос. Надя Жуненко не привыкла к публичным выступлениям, а потому разговор о выставке дался ей особенно тяжело. Но стоит ей заговорить о своих работах, как девушка преображается на глазах. Творческий азарт и огонь в глазах художницы не скроет никакое волнение. Но оно в этот раз взяло вверх, и получить комментарий надежды так и не удалось. Все, что вы видите на этой выставке, в первом, конечно же, это в какой-то мере упражнение. Потому что один час в неделю вариативный курс, когда мы рисуем на ткани. И вот Надя справилась с этим, сделала очень интересные работы, даже больше того, что нужно предполагалось по программе. И поэтому мы решили показать. Персональная выставка настроения – творческий дебют надежды. Эти картины – результат четырехлетней кропотливой работы. Полотно на деревне у бабушки – одно из самых ценных для педагога. Оно напоминает Елене Бодряшкиной о том, как ее ученица делала первые несмелые шаги на пути к мастерству. Это первые работы после того, как было масса упражнений, эскизов. Были просто такие вот на ткани, как бы пятна тканевые. В общем, короче говоря, мы сначала упражнения делаем, а уже потом какая-то работа. Вот итоговая работа второго курса стала вот эта вот деревня Марушкина. Познакомиться с работами надежды можно в Молодежном библиотечно-информационном центре «Всем желающим». Выставка продлится до конца мая. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед – меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консервантов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод четвертого поколения. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда. То есть, начиная с Краснодарского края – акация, каштан. И к северу Волгоградской области – клевер, черноклен и так далее. В Саров на медовую ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность. Либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать у Ледового дворца с 16 по 19 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!